Раз уж мы заговорили про ошибки, еще один небольшой момент. Верну-ка я сюда Welcome и перезапущу Webpack. Я сейчас это убью, удалю все результаты сборки и Webpack. Смотрите, видите, тут сейчас пусто, ничего нет. Запускаю Webpack. Webpack, конечно же, выдает ошибки, а затем, тут появились файлы. Ну-ка, теперь в браузере, попробую-ка я открыть эту страницу. Что-то ничего не происходит, ага, ошибка в Home.js, то есть мы получили нерабочую сборку, сборку с ошибками. Это не очень хорошо, но по умолчанию Webpack все равно выдает файлы, даже если ошибки возникли во время компиляции. Чтобы этого не происходило, нам пригодится еще один плагинчик, а именно NewWebpackNoErrorsPlugin. NoErrorsPlugin – это максимально простой плагин, который выглядит так. Смотрите, что он делает. Он на двух стадиях подвешивается обработчик ShouldEmit и ShouldRecord. ShouldEmit – это стадия, которая определяет, должен ли компилятор что-то выводить. А ShouldRecord касается статистики, должен ли он какую-то статистику выдавать. Соответственно, на обоих из этих стадий, если были ошибки, то он ничего не будет делать. Теперь, если я сделаю то же самое, то есть удалю отсюда все собранные джески и перезапишу Webpack, то мы увидим, что никаких новых файлов в директории Public не добавилось. Вот видите, там только Home. Таков эффект от подключения этого плагина. Субтитры создавал DimaTorzok